Ну что ж, друзья, мы желаем вам приятного аппетита, если вы готовитесь завтракать. И не забывайте, что прием пищи должен быть максимально здоровым. Да, Гульнар, вы правильно заметили, что некоторые продукты, которые мы привыкли есть вместе, в сочетании друг с другом могут принести больше вреда, чем пользы. Вот, например, чай и дрожжевое тесто. Да, что все в основном так и делают. Действительно, чай содержит дубильные вещества, которые мешают усваиваться некоторым витаминам и минералам. К примеру, железу и витамину В1, который есть в тесте, и помогает нервной системе оставаться здоровой. На завтрак предпочтительнее выбирать сочетание белков и жиров. Например, яйца, лосось или авокадо можно вместе. С авокадо также отлично сочетается любая зелень. Например, шпинат, можно добавить огурец. Яйцо плюс помидор тоже практичный вариант. Яйца облегчают поглощение каротинов, пигмент, который придает цвет овощам. И в сочетании со свежими овощами приносит двойную пользу тем, кто борется с лишним весом. Творог с маложирной сметаной тоже отличный вариант для завтрака. А вот быстрые углеводы на завтрак вызывают гормональные качели. В кровь поступает много глюкозы, и в ответ на это вырабатывается много инсулина. Уровень сахара в крови падает, и через час снова охота есть. Поэтому мюсли, каша с медом, хлопья – не самый хороший вариант завтрака. Но это мы сейчас говорили о правильном сочетании белков, жиров и углеводов. Но все это меркнет перед таким понятием, как свайси. Слышал когда-нибудь? Нет, не слышал. Вот, и я тоже. Оно очень созвучно со спайси, да, то есть острым. Ну и действительно, таким кулинарным термином называют сочетанием сладкого и острого в одном блюде. Причем это может быть как закуска или горячее блюдо, так и гарнир или десерт. Ну, круто, да. Родоначальником таких кулинарных экспериментов является Южная Корея, которая славится своими необычными блюдами. Благодаря растущему интересу к кухне этой страны на свайсе блюда обращают все больше внимания повара в различных регионах мира. Также это стало популярным трендом среди блогеров и артистов. Любительницей таких экспериментов сочетать несочетаемое стала популярная певица Дуа Липа. Она одна из первых стала проверять на себе такие сочетания, как, например, мороженое с оливковым маслом и кристаллами морской соли. На самом деле, несмотря на трендовость подхода, мороженое с оливковым маслом – достаточно старый итальянский десерт. Так делают в Тоскане и Лигурии в регионах, где производят много оливкового масла и едят много мороженого. Да, этот десерт относится к категории новой гастрономии, движение, которое предлагает смешивать несочетаемые вещи, менять текстуру и свойства привычных продуктов. Вот и наша любопытная Дельнара Дельнула решила не отставать от Дуа Липа и решила попробовать, что получается, когда объединяешь, к примеру, рассол и газированный сладкий напиток. Привет! Ну что ж, друзья, привет! Вы, наверное, думаете, почему мы расселись за столом и понаставили так много тарелок с едой. Но мы вместе с Гульнасой решили повторить тот самый популярный тренд из ТикТока и совместить несовместимое. С чего начнем? Мне кажется, лучше начать с самого простого, да? Фри с мороженым. Многие хвалят и говорят, что это очень вкусно. И сейчас мы это попробуем. Давай, пробуй первый ты. Очень вкусно. Берете фри, макаете в мороженое. Холодное, да, с горячим. Прикольно. Какую оценку дашь из 10? 9. 9 из 10. Да, я тоже там. 9 из 10. Тут соленое вместе со сладким. Такой необычный вкус так получается. Следующее, наверное, будем пробовать чипсы и мороженое. Да? Чипсы мы взяли, кстати, со вкусом сыра. То же самое. Берете мороженое, макаете. Мне чипсы больше понравились. Вкуснее тогда? Реально, с чипсами как-то вкуснее. Интересно, почему. Так, что следующее? Хлеб с перцем? Да. Что-то я немного сомневаюсь, честно. Да, может, я рюк пока что пробовалась. Все, первая я. Мне на самом деле нравится. Я так пробовала. Мне нравится. Но я пробовала с белым хлебом. Черным интереснее. Ну как? Специфический вкус. А мне нравится. Сколько это шесть из десяти? Шесть из десяти. А у меня десять из десяти. Давай пробовать плавленый сыр и шоколад. А сыр ты любишь? Сыр? Ну, вот так есть в повседневной жизни. Есть? То да. А с шоколадом я пробую впервые. А я не люблю. Вот что у нас получилось. В начале невкусно, но потом как-то прожевываешь вкуснее. Пять из десяти. Я такое есть не стану. Соленые огурцы со сгущёнкой или же рассол вместе с колой? Соленые огурцы со сгущёнкой. Берём солёные огурцы. В нашем случае это корнишёный. Что? Она использовалась в банку. Пробуем. Я не буду. Ужасно. Ноль из десяти. Попробуешь? И что? Очень невкусно. Кстати, совершенно на днях такое видео размесила у себя известная певица Дуалипа. И она тоже перемешала рассол вместе с колой и просто добавила лёд. Но, по её мнению, это очень вкусно. Сейчас попробую. Фу! Это вообще невкусно. Что тебе больше всего понравилось из всего, что мы съели сегодня? Чипсы с кетчупом. А, я забыла. Ты же хотела ещё кетчуп с этим, с огурцом. Нет, после сгущёнки я не хочу. Давай, пробуй. Я со сгущёнкой попробовала, ты со с кетчупом попробуй. Я сама огурцы не люблю на самом деле. С кетчупом вкуснее. Да? Да. Ну, я не стала пробовать. Мне вот это понравилось. Что тебе больше всего понравилось из всего? Чипсы с мороженым. Мне тоже. На первом месте чипсы с мороженым. На втором? На втором хлеб с перцем. На третьем? Фри с мороженым. А вот, по моему мнению, на первом месте это чипсы с мороженым. На втором фри с мороженым. А на третьем уже хлеб с перцем. Надеюсь, вам было интересно. Попробуйте то же самое и у себя дома. Лучше пробуйте чипсы с мороженым. Другое не надо. Интересный эксперимент Окей, вот после этого захотел бы попробовать Что-то подобное Ну, фри с мороженым я бы попробовал А вот рассол с колой Ну это прям уже сразу Даже от этих слов Это уже прям неприятно Так что с Васей, наверное, у нас не приживет Мы за традиционные ценности Ну конечно, мы же уже привыкли Так, друзья Напоминаю Вам, что продолжается розыгрыш Супер Чего у нас там? Конкурс Вы вчера с Жаном говорили об этом Да, у нас Ко дню республики За внимательность и правильный ответ Вас ждет потрясающий отдых В одном из лучших отелей Эмирата Рас Эль Хайма Да, сегодня в течение эфира, дорогие зрители Появится уже новый фрагмент Одного известнейшего здания Алматы В пятницу вы должны собрать его полностью И позвонить с правильным ответом в нашу студию Вас ждет отдых и путешествия В которых будет сочетаться французский шарм И лучшие арабские традиции Смотрите нашу программу И желаем Вам удачи А прямо сейчас реклама на телеканале Алматы На телеканале Алматы Утренняя программа Танк Студия И мы продолжаем Дорогие зрители, совсем скоро Долгожданные школьные каникулы Если Ваш ребенок за первую четверть Так и не смог войти в учебную колею У Вас будет время все наладить Чтобы учеба шла легче и веселее Школьнику нужен режим Благодаря четкому чередованию дел Из свободного времени ребенок будет меньше уставать Больше успевать А его настроение улучшится Да, при составлении распорядка дня Для ученика необходимо учитывать нормы сна Режим питания, а также потребность в отдыхе И двигательной активности Есть даже рекомендации по организации сна для школьников 10 часов для первого-четвертого класса 10 с половиной часов для пятого-седьмого класса Девять-девять с половиной часов для шестого-девятого класса И восемь-девять часов для десятого-одиннадцатого класса Первоклассникам желательно спать еще и два часа днем Чтобы восстановить силы Да, одна алматинская школа, гимназия пошла еще дальше Там прерываются на сон и отдых между уроками Да, и давайте прямо сейчас узнаем, как подобный эксперимент повлиял на успеваемость и продуктивность учеников Тише, друзья, мы сейчас находимся в школе, где можно спать И, к счастью, мы успели прямо на утренний сон Давайте вместе посмотрим Эта идея была нашего директора, Бугл Распековный Мы эту идею внедрили с 1 сентября как пилотный проект Наблюдается успехи, тенденция изменений в лучшую сторону Дети стали более спокойные Они ждут этого перерыва Родители нас поддержали Они очень рады, что у деток появились минуты расслабления Потому что есть дети, которые приезжают издалека, не высыпаются И в этот момент у них есть возможность чуть-чуть отдохнуть от уроков Обеденный сон – практика, которая используется в основном в детских садах И когда дети приходят в начальные классы, они все еще маленькие, хоть уже и школьники Поэтому им нужны небольшие перерывы и отдых Когда ребята у нас сидят за партой, положение у нас стоя И стул имеет три положения Это вот когда они сидят Потом, чтобы лечь, мы спускаем стул И в этом положении они спят Можно приподнять и вот в третье положение Вот такие положения имеет этот стул, очень удобный И ребята привыкли, все умеют уже пользоваться Сном между уроками активно пользуются школьники Японии, Финляндии, Швеции и Италии А первый, кто внедрил время релакса в Алматы – гимназия номер 15 Здесь ученики уже почти два месяца каждый день отдыхают по 20 минут между уроками Друзья, давайте я потревожу одного из учеников и спросим, нравится ли это ей Проспайся Привет А тебе нравится спать? Да, мне нравится А есть ли какие-то изменения? Да, я становлюсь бодрая Да, мне очень нравится Потому что после сложных уроков можно отдохнуть Мне нравится этот момент, потому что тут можно спать 20 минут или 15 Практикой более длинного отдыха между уроками теперь довольны не только ученики, но и их родители Учащиеся начальных классов в восторге от этого новшества А вот ученики среднего звена остались немного разочарованными Что это распространяется не на всех учеников гимназии Как вы все знаете, у нас утренняя программа И мы все просыпаемся очень рано Так как я вам свой сюжет показала, значит мне тоже можно взремнуть Как же все-таки повезло нынешнему поколению У них все есть, все прям что-то новое Да, мы разве могли мечтать о таком, чтобы на большой перемене просто расслабиться Кресла, нам бы сюда тоже такие не помешали Да, во время рекламы Отдохнуть и взбодриться Но сон же это очень важно Конечно Вот ты сейчас, вот для меня открытие сказал Да, да Ты поменял режим сна Да, я режим сна поменял Стал рано ложиться И уже третий день, рано просыпаюсь И вчера у меня прям такой был прилив столько энергии Хотя я, ну, рано проснулся вроде Но уже в обеденное время я до сих пор был бодрым Не хотелось работать, да Вот это правильно Потому что вовремя надо ложиться и рано вставать Ты выбрал твой организм сам Или выбрал вот самый правильный для здоровья способ Ну это, к сожалению, понимаешь с возрастом Ай, какой-то Вот, чтобы знаешь, чтобы потом никогда не говорить о возрасте Вот так будешь спать И всегда будешь здоровым молодым Конечно И всегда открыт к работе, знаешь, энергия Новым свершением Да И даже, может быть, мы сейчас с тобой потанцуем Во время реквизии Конечно Музыкальные паузы Друзья, и вам тоже предлагаем послушать музыку Музыкальные паузы Музыкальные паузы Субтитры сделал DimaTorzok Достығымның бейіқ қылған қоғырын Менің дозым барлығынан жақсадам Менің дозым мен әрке жақтаған Достығымның бейіқ қылған қоғырын Менің дозым мен әрке жақтаған Достығымның бейіқ қылған қоғырын Менің дозым барлығынан жақсадам Менің дозым Самую главную выжимку мы не делаем, где-то там. А кто у нас мастер по таким? Конечно же, Делина Разинула. Да, она вот с нами на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро, а как ваши дела? Отлично, как у тебя? Нас хорошо, а как у тебя? Мы твой сюжет посмотрели. Думали, ты будешь с кислым выражением лица. Ну, на самом деле, было не очень приятно это все есть. Короче, не очень, да, опыт? Не советую. Самое вкусное, там было фри с мороженым, вот. Можете попробовать. Да, мы решили уже, мы тоже всего выбрали, только фри с мороженым. Первое. Да, самое ужасное, это было Рассол с колой. Ну, наверное, Данику я посоветую, может, ему понравится. Как-нибудь. Сегодня я к вам с новостями Казахстана. Ага. Давайте тогда начнем? Давайте. В Казахстане уже третий год проходит акция «Минэн елем, минэн туум». В преддверии Дня Республики активисты молодежного крыла Жастар Руха хотят развесить около 10 тысяч флагов по всей стране. И в этой акции примут участие не только активисты, но и обычные казахстанцы. Они будут развешивать флаги на домах, автомобилях и так далее. А также предприниматели будут украшать свои заведения и магазины в данной тематике. И эта акция уже стала доброй традицией. И показ отражает единство граждан вокруг общих национальных ценностей. Классно, супер. Я такое видел, знаете, в семье, когда я ездил, там был пятиэтажный дом. И там на балконах прям висели флаги. И так классно было. Красиво, да, смотрится? И так вообще... Патриотично. Отличная идея, кстати, для наших телеза. А, и Каменогорский нам что-то подходит так же. Видимо, вот восточно-казахстанский. Они впереди. Патриоты. Патриоты, да. Надо перенимать опыт нам тоже. Сейчас на экране вы увидите самую красивую собаку Казахстана. И она самая красивая не потому, что я так сказала, а потому, что ее официально признали самой красивой в нашей стране. Это собака с голубыми глазами необычного окраса породы тазе. И как вы знаете, тазе для нашего народа является символом казахских степей и преданности. И это признание говорит о важности сохранения и популяризации данной породы. Ну, очень, да. А это еще щеночек она, по-моему, да? Еще так не вытянулась. Необычный прям. Классно. Теперь будем знать, какая самая красивая собака в Казахстане. Классно. Так, следующая новость. Мама Илона Маска, Мэй Маск, провела обряд тусалки сер у нас в Алматы. Сейчас на видео вы увидите, как она обрезает путы, а потом проводит маленькую малышку по Ахжолу вместе с мамой девочки. И в знак благодарности ей подарили шапан, а также казахские национальные украшения. Классно. Она отметила, что эта традиция очень красивая. Да, бюрсунг, да. Чтобы у нас был второй Илон Маск в нашей Казахстанской. Аминь. Аминь. Классно, супер. Дальше. Следующая новость. В Восточно-Казахстанской области открыли самый длинный мост в стране. Этот мост соединяет шесть районов. Курчумский, Улькенарен, Маркокольский, Котом-Карагайский, Тарбогатайский и Зайсанский. Сооружение может пропускать до 80 тысяч автомобилей в сутки. И проект был реализован с применением передовых инженерных технологий и соблюдением всех стандартов качества. Да, очень красивый мост. Красивый, потрясающий. Знаешь, что у нас завтра будет включение? Заньяров. Заньяров, Батербаев, нашей коллегой. Так он как раз и организовывает открытие. Он сейчас в Семей, но был в Усть-Каменогорске. Так, кстати, я видела это в Инстаграме. И у него, спросим, побегал ли он по этому мостику. Насколько он надежен, да? Да, попрыгал ли. Классно. Так, переходим к следующей новости. Следующую новость нужно уже послушать повнимательнее для наших телезрителей, потому что она связана с нашими погодными условиями. Сегодня и завтра в Астане обещали дождь со снегом. И будет очень холодно. Температура составит 6 градусов тепла днем и минус 2 градуса мороза ночью. А вот в Алматы и Шемкенте будут дожди. Прям сегодня и завтра. Сегодня в Алматы температура составит 6 градусов тепла ночью и 13 градусов тепла днем. А вот в Шемкенте будет 9 градусов тепла ночью, а днем 11-13 градусов тепла. Да, зима близко. Да, не загорали, как говорится. Одевайтесь теплее, берите с собой зонтики. Да, обязательно. Спасибо за предупреждение. Все, будем готовы. Предупрежден, значит вооружен. Конечно. Так, Дельнарочка, у тебя все? Так, нет, есть еще. О, как хорошо, давай. Как вы знаете, в пятницу мы отмечаем День Республики, и поэтому предлагаю пройтись по мероприятиям, которые нас ожидают в эти дни. Давай, давай. Сегодня в 12.00 в Музее Народных Музыкальных Инструментов имени Ихласа пройдет концерт «Ах-Жаон» с участием оркестра. В это же время в цирке состоится благотворительное шоу «Тигр на слоне». Основной концерт будет сегодня в 15.00 во Дворце Республики, где примут участие различные казахстанские артисты, такие как легендарный ансамбль «Дос Мухасан», «Байгали Сиркибаев» и другие. А вот завтра в 10.00 в Музее Алматы будет выставка «Тарихи Дирек» и «Эльдагамнанг Бастао». В 11.00 возле цирка пройдет благотворительная акция «Ипотерапия для детей с ограниченными возможностями». Также в 15.00 завтра пройдет марш патриотов с участием казахстанцев, которые пронесут государственный флаг по проспекту Достык от улицы Казбек-Би до проспекта Абая. И это все закончится перед Дворцом Республики под исполнением гимна Казахстана. А вот в пятницу в 11.00 на Мэддео будет торжественная церемония поднятия флага, а также исполнение гимна. Супер, столько мероприятий. Так, грандиозное событие в этом году мы круто отмечаем. Да, вот нашим зрителям вся информация, поэтому не пропустите, обязательно сходите, посмотрите все это. Я думаю, будет очень интересно. Я хочу выбрать даже на любой вкус. Да, конечно, согласна. Спасибо тебе, Динарочка. Вам спасибо. Желаю хорошего эфира вам. Спасибо, и тебе хорошего дня. Ну, мы сейчас традиционно прерываемся на небольшую рекламу, и впереди у нас очень интересный гость. Не пропустите. Дорогие зрители, доброе утро на телеканале Алматы, утренняя программа «Танг-студия». И мы в прямом эфире, мы продолжаем. Да, и у нас уже гость дожидается встречи с нами. Это футблогер Алексей Митченков. Встречаем! Скажите мне, кто на кухне главный мастер, кто из тунарии делает в вас? Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Пошли шарить. Так. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Какое настроение? Отлично, спасибо, благодарю. Слушай, Толкель, как вы думаете, кто становится футблогером? Кто становится... Кто любит покушать. Да, кто любит покушать. Или кто любит готовить. Это тоже есть, да. Ну, рассказывайте, какая была причина ваша, что вы стали... Да. У меня причина, честно сказать... Во-первых, приветствую всех любителей вкусно покушать. Ура! Я среди них. Да, моя главная причина. Честно сказать, у меня все очень просто. Так сложилось, что у меня не было друзей. Так, ну, так получилось. И? А я очень любил покушать. А в одиночестве кушать как-то не очень. А в одиночестве кушать как-то не комильфо, не комфортно. Вот, и я начинал, и я думал, как это монетизировать, как к этому прийти, и просто в какой-то в один день... И у меня просто такое еще было, то, что я прихожу, начинаю кушать, и начинаю сам с собой разговаривать. И мне казалось, что вокруг люди на меня смотрят и думают, ну, какой-то... Понятно, приветствую. Не тот, да, не тот человек. Я думаю, ну, как-то это надо монетизировать. И в какой-то момент я перед собой просто поставил телефон и просто начал снимать, чтобы как-то люди понимали, что я, ну, не совсем. Вот, и мне это как-то понравилось, втянулся. Зато столько зрителей сейчас. Да, да, да. Сейчас вот я до сих пор не верю, что люди смотрят. Ну, классно. Это вот кто-то с телевизором разговаривает, а вы с людьми во время еды. Здорово, вы придумали интересные. Ну, да, это сейчас тренд, да, вот такой. Да, да, да. Вообще это называется, да, насколько я знаю, это мукбанг называется. Но у меня, конечно, основной специалитет не на этом, просто я стараюсь экспериментировать в разных вариантах. Ну, это вот один из новых, которые вот я стараюсь внедрять. Получается, вы сами не готовите, вот едете в заведение, заказываете. Да, да, да. У меня просто мама повар с 20-летним стажем. А-а-а. И вот, и получается, до 18 лет я так наелся. Ну, и знаете, да, разницу в еде. Да, 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 да. Все самое лучшее. Да, и вот сейчас хожу, сравниваю. А вот тебе теперь интересно, вот вы можете сказать, или это так невозможно ответить, какая кухня самая вкусная на башне? Ну, конечно, во-первых, это будет обидно в ту сторону, которую я не назову. Во-вторых, у каждого свои вкусы. Честно, я признаюсь, не потому, что я патриот своей страны. Я попробовал много кухонь мира, казахская, точно в топе. Мне очень нравится узбекская, мне очень нравится азиатская. И вот казахская тоже одна из лучших, честное слово. Ну, это-то мы знали, что это так, и вы ответите. А вот кроме казахской вы назвали узбекская. Узбекская и азиатская, наверное, азиатская в целом. Острая? Острая вот я вообще не люблю, вообще не переношу, но мне нравится азиатская за счет их соусов. Соусы мне нравятся азиатские. Соусы, да. Классно. А вот как вот, если вот так вот, это ваша профессия, ходить по ресторану, много есть? Да, и столько кушать. А как за фигурой? Да. Это самый, наверное, часто задаваемый вопрос. Но многие же не видят, как сказать, весь прямой эфир. Я же многое вырезаю. Мне приносят блюда. Я на камеру пробую буквально по одной-две ложки. Я сейчас стал приглашать уже своих зрителей, чтобы они видели весь процесс. И после того, как они поучаствуют, они понимают, в чем главная суть. Приносят там пять-десять блюд, я каждое попробую по две ложки, и все. Или с собой забираю, или делюсь вот со зрителями. Нет задачи, чтобы все есть. Ты можешь что-то попробовать, выбрать какого-то своего фаворита, если ты не наелся. Но, к сожалению, у меня уже сейчас организм так устроен, что я три-четыре блюда попробую, и я ни одно, даже самое вкусное, не могу доесть. И для меня это тоже уже такая проблема становится, что мне нравится, я хочу, но... Глаза горят, а уже... А уже, да, не могу. Глудок не резиновый, к сожалению. А вы сами готовить умеете? Честно, я готовлю, конечно, но не на профессиональном уровне. У меня нет такой эстетики красоты в подаче. Но, конечно, есть ферменные блюда, которые я каждый день могу есть. У меня жена каждый день эти блюда может есть. Это жареная картошка. Ай, какая приютная. Ничего вкуснее. С луком, с грибами. Да, да, да. Это, ну, стандартная обычная яичница, я люблю, с молоком. Скрэмбл, ну, оморет, скрэмбл, да, да, да. Ну, наверное, это вот самые основные. Вот это вот без чего человек никогда не проживет. Без яичницы и жареной картошки. Это правда. При всех изысках, при всем разнообразии. А вот мне интересно, на ваш взгляд профессиональный, вот есть, вот назовите топ-то блюд переоцененных все-таки на ваш взгляд. Ну, конечно, это трюфель. Конечно, у меня отец занимается рыбой. И это, конечно же, к сожалению, черная икра. Серьезно? Да. Она очень дорогая, но... Да, да, да. И я понимаю, и отец мой тоже понимает, хотя он в этом бизнесе тоже очень много лет, понимает, что, ну, к сожалению, это не стоит этих денег. Вот я сам согласна. Ну, я говорю, трюфель, черная икра. Я не понимаю фуа-гра. Да, я, кстати, тоже ее не понимаю. Я не понимаю, вот что это такое. Почему такие деньги за это просят? Ну, наверное, вот то, что первое пришло на ум. Это вот три главных топа. Классно, классно, согласно. А сейчас за трендами следить, вот, фуд, ну, в этом... Обязательно, это же моя, да, это же моя работа уже, скажем так, поэтому хочешь, не хочешь, а приходится. И что сейчас в тренде, скажем-то? Ну, я, наверное, вас не удивлю, но это дубайский шоколад. Да, тут все говорят от нас, да, дубайский шоколад. Что он реально такой супер? Честно скажу, я не пробовал только по одной причине, то, что он очень дорогой. Я боюсь его купить и просто разочароваться. Сказать то, что, ну, вы издеваетесь. Мне кажется, я вот, когда мне что-то не нравится, я почему еще стараюсь делать обзоры на бюджетные заведения. Если мне что-то не нравится, я плачу свои деньги, меня прям, ну, чуть ли не материться тянет. Ну, вот я вот настолько рациональный человек, что, и мне кажется, что я дубайский шоколад возьму, поем его, и просто дальше пойдут маты. Вот, поэтому я... Скажите, вот, Алексей, вот визуальная составляющая важную же роль играет, да, в блогах? Обязательно, обязательно. А бывает тут картинка красивая, вот все выглядит, а вдруг невкусно? А вдруг невкусно, но у нас сейчас большой акцент делается именно на визуал. На все-таки визуал. Сначала смотришь глазами, да, двигатель прогресса. Поэтому, если ты не сделаешь красиво, то точно к тебе не придут. Второй вопрос, придет ли этот человек второй раз? Соответственно, если это уже невкусно, то, к сожалению, ты уже его никак не заманишь. Даже если ты в следующий раз сделаешь красиво. Ну да, это еще и аппетит же разогревает. Да, 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 я поэтому говорю, первое делается обложка у нас, красота подачи, а второе уже, конечно, и самое главное, на что многие, о чем многие забывают и не делают акцент, это, конечно, нужно делать на вкус. Потому что, я говорю, если вы один раз человека заманите на обложку, то второй раз он не придет, если это невкусно. Ну да. Ну раз тема зашла про рекламу, прямо сейчас на нашем канале рекламы, и позже мы продолжим нашу беседу. Что ж, мы продолжаем наш интересный разговор с футблогером Алексеем Митченковым. Алексей, ну скажите, все мы любим мясо. Вот вы бы смогли отказаться? Честно, вот я бы не смог. Я сколько, ну как, думал об этом, не пытался, конечно, думал, даже визуально какие-то себе мысли ставил, посылал. Думал, даже если какой-то челлендж устроить за какую-то сумму, то нет, ну к сожалению, это просто не мое. Ну один день без мяса можно, два можно? Ну вот не пробовал, честно, не пробовал. Один день-то само собой, конечно, я смогу, а вот дальше это уже будет, да. Классно, мы вас поддерживаем. И это очень сильно влияет на настроение, на, как сказать, на эмоциональный, да. Эмоционально очень сильно влияет. Сегодня наши девочки, корреспонденты наши, такой эксперимент проводили. Впервые я, например, узнала о свайсе, то есть какой-то новой гастрономии. Вот вы, конечно, знаете об этом, сочетаем и не сочетаем соединять. Как вы к этому относитесь, пробовали? Ну я, конечно, так как это связано тоже с моей профессией, я это пробовал, но, к сожалению, я это рекомендовать ничего не могу. Молодец. В моем случае, мне кажется, лично мое мнение, что это больше делается, мне кажется, для хайпа, собрать просмотров. Вот, конечно, есть люди, я никого не, как говорится, не хочу обидеть, есть люди, которым это нравится, но я говорю свое мнение, поэтому я вот такой не могу. Ну погодите, в азиатской кухне же сочетается острое и сладкое, и многие не могут это есть, но. Вот, например, мне это нравится, да? Да, но там, видимо, нюансы. Да, там очень хороший баланс, я не знаю, как объяснить, может быть, это будет как-то в защиту, но мне, например, это очень сильно нравится. А вот какие-то другие, вот я увидел у вас, как... Чипсы с мороженым. Чипсы с мороженым, это еще как-то, с соленым, со сладким, оно еще более-менее сочетается. А вот рассол и кола. И кола, ну я вот, я не пробовал, но я боюсь это пробовать. А вот обычно мясо, говорят, ну, легко переваривается, когда пьешь колу. Да, 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 ну есть такое. Это тоже, да, работает? Да, есть такое, да. Классно. Слушайте, ну а вот раз, значит, вы не рекомендуете свайси, но и в каких-то блюдах вы это понимаете, ну это где профессиональная уже такая кухня, вот я бы вам вопросик позадавала, сочетаем, не сочетаем. И вы, как профессионал, скажите, что из этого может выйти? Если соединить яблоко и огурец, что выйдет? Какой фруктик? А, фрукт надо сказать на конце? Да. Ну на вкус похожий, что будет примерно? Соленое с кислым? Яблоко и огурец, нет, не соленое с кислым. Сладкое и огурец. А, огурец, ну, в смысле, не маринованный. Не соленый огурец, простой. Да, да, да. Ну что будет похожее? Свежесть и, не знаю. На лайм. Возможно, да, возможно. Надо пробовать, тяжело так говорить, если я бы сейчас попробовал бы. А, согласна, ну, воображение включает. Виноград и орех. Что может по вкусу напоминать? Очень тяжело. Тубайский шоколад. Шоколад из-за того, что там просто шоколад. Яблоко и плюс апельсин. Что может получиться? Яблоко, апельсин. Тоже фруктик какой-то. Не, не скажу. Киви, говорят. По вкусу. Яблоко и апельсин. А если огурец и лимон? Ну, по логике тот же лайм. Нет, дыня. Огурец плюс сахар. Ну, это понятно. Ну да, это кто беременный. А-а-а-а. Арбуз. Большой арбуз. Арбуз. Сложно. Ну, смотрите, мы 25 числа, вот уже в пятницу, будем отмечать День Республики. У вас есть прекрасная возможность пожелать всем казахстанцам, все, кто нас смотрят. А вообще, что для вас этот праздник? Ну, для меня это, конечно, день становления нашего государства. У меня этот день связан с праздниками, со всякими веселыми мероприятиями. У меня даже есть много знакомых, которые меня смотрят с разных стран, и у меня всегда спрашивают, в какой период, когда лучше приезжать. Вот я говорю, вот самое, чтобы прочувствовать колорит нашей вот страны, особенно гастрономии, я-то на это все. Да, да, да. Весну, да, я больше всего советую, на урыс когда. Но я говорю, если вдруг не получается, рассматривайте, когда у нас праздники. Тогда вы по-настоящему ощутите нашу всю атмосферу, гостеприимство, и вы поймете, каков наш народ. О, здорово. Ну и поздравьте казахстанцев с наступающим праздником. Всех поздравляю с наступающим праздником. Хочу пожелать, чтобы у нас государство только процветало, чтобы мы жили в мире, в согласии, в единстве, и чтобы у нас все было хорошо. С праздником, дорогие казахстанцы. Да, да, супер. Спасибо, Алексей. Ну, самое интересное, что классно, что вы пропагандируете все наше казахское кухню тоже, да. Это прям круто на самом деле. А вы сказали про какие-то мероприятия у вас будут. Расскажите нам. Мероприятия. Гастрономические какие-то. Нет, просто у меня есть люди, которые меня смотрят из других стран. А они у меня спрашивают, мы хотим к вам приехать, когда лучше, в какой период приезжать. Я вот сейчас с одним человеком, с Израилем переписываюсь, он говорит, когда лучше приехать. Я говорю, если в марте приедете, будет вообще идеально. И вот он планирует 19-20 марта. Так, хорошо, что будете есть на праздник? Обязательно. Не жареную карточку? Нет, это обязательно в рационе будет бишбармак, хазы. Посещение зеленого базара. Я считаю, это те места, ради которых стоит сюда приезжать. Ну и в общем и целом национальную кухню надо знакомить. Это самое основное, а там уже по желанию. Ой, какой у нас вкусный разговор состоялся с блогером Алексеем Иченковым. Спасибо. Спасибо большое. Хорошего дня, друзья. Мы говорим вам до свидания, до завтра. До завтра. До завтра. Прощай, лицо, не говори. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова